Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме и по-прежнему Олег Пек, Александр Шунин с вами в студии. Сейчас поговорим о красоте. Вот красота спасет мир. Действительно, насколько красивым девушкам можно сделать карьеру в модельном бизнесе, насколько сложно или просто. Я попросил бы коллега без сексизма. И юношам. И юношам тоже. Вот слушайте. Кстати, да. Вот спасибо большое за то, что поправили. Значит, еще не все и для нас с тобой потеряно. Вот чем занимается вообще модельное агентство и каким образом можно обучаться, вот чему можно обучиться в этом модельном агентстве? И вообще для чего создаются такого рода заведения? Вот об этом мы поговорим с владелицей и директором элитной студии модели Терри, Марьяна Александровна Прозоровой. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот сколько вообще существует ваше, конкретно ваше агентство? И вообще для чего оно создается? Вот для чего нужно вообще модельное агентство? Так, ну наше модельное агентство Терри было создано в мае 92-го года, и мы являемся первым модельным агентством в Латвии, то есть нам уже 29 лет, огромный опыт, и мы были первыми открывшими свою студию по профессиональной подготовке моделей. То есть работаем уже давно, и мы разработали программу из 16 предметов, и в общем-то очень довольны результатами, то есть эффективностью подготовки наших учеников. Для чего все это нужно? Ну, во-первых, очень многим девушкам и юношам, как было подмечено, была дана путевка в совсем другую жизнь, в жизнь шоу-бизнеса, это всевозможные съемки на обложке, стайлинге, это съемки в кино, это участие в различных рекламных съемках и клипах, ну естественно, это показы на подиуме, где парни, кстати говоря, тоже очень нужны демонстраторы одежды, работы на выставках, на различных крупных презентациях и так далее. Но, например, нашу студию закончили многие известные ведущие, например, Анна Розы, например, Елена Грицук, и, например, Леночка Грицук попала в ведущие благодаря нашему агентству, то есть у нас был кастинг, была такая передача «Утро ЛВ», и нужна была девушка на роль ведущей, и Леночка выиграла кастинг, и вот таким образом мы дали толчок ее карьере, сейчас вы знаете, она известная ведущая. Нашу студию закончил актер Рижского русского театра имени Чехова Анатолий Фечин, нашу студию закончила Агата Муценеца, киноактриса, и, кстати говоря, долгое время она работала в нашем агентстве после окончания студии, и тоже в кино она попала благодаря нашему агентству, потому что это был период, когда у нас была «Новая волна», Агата Муценец каждый год у меня работала на «Новой волне», и однажды вот приезжал московский режиссер, ему нужна была девушка на эпизодическую роль, мы тоже делали кастинг, и Агата прошла этот кастинг, потом она снялась в фильме, потом она уехала в Москву, училась на актрису, потом ей дали роль Даши в сериале «Закрытая школа», ну и дальше, в общем-то, вы все знаете, вышла замуж за Павла Прилучного и так далее. То есть, ну, помимо этого, наши многие модели работают в крупнейших модельных агентствах Милана, Парижа, Токио, Нью-Йорка, можно очень много примеров приводить, но один из самых ярких примеров, наша самая, скажем так, звезда нашего модельного агентства Терри и гордость Латвии, это Света Немкова, она закончила нашу студию и потом работала по заключенному нами контракту в модельном агентстве «Вумен», это Милан, Париж и Нью-Йорк, и делала многочисленные съемки на обложке таких журналов, как Vogue, Vanity Fair, W Magazine, Le Fisiel, работала на таких показах, как Chanel, Карла Герфельд, Prada, Miu-Miu, снималась, фотографировалась на рекламные плакаты и каталоги Дольче Габбана, Prada, на данный момент живет и работает в основном в Нью-Йорке. Что мы еще делаем в модельном агентстве? Мы участвуем во всевозможных конкурсах красоты и конкурсах моделей, то есть мы летаем по всему миру, были и Турция, и Греция, и Кипр, Сардиния, Ибица, ну, короче говоря, очень много стран объездили, были у нас победы, они не всегда, конечно, бывают, да, но, тем не менее, вот несколько последних примеров, это 2008 год, наша модель Диана Моцная заняла первое место на конкурсе The Best Model Contest, который проходил в Италии, на Сардинии, 2009 год, Мария Леоля Купчус, конкурс Miss Pearl of Europe, Miss Жемчужины Европы, первое место конкурс проходил на Кипре, Аделаида Каупча представляла Латвию, победила на конкурсе Miss Summer 2017, Алина Гайла Miss Merit Royal на Северном Кипре, и вот последний наш конкурс перед пандемией, на котором мы успели поучаствовать, это был декабрь, конец декабря 2019 года, в Грузии, в Тбилиси, конкурс назывался Miss Black Sea, и это две девушки, Алина Реута и Ольга Диденко заняли второе и третье место, причем обе девушки из Даугавпилса, и замечу как-то по опыту, что вообще из Даугавпилса очень много красивых девушек, вот, ну, конечно, нам немножечко пандемия смешала карты, да, то есть сейчас все конкурсы, очень многие были отменены или отложены, то есть мы должны были вот в апреле 2020 лететь на крупный конкурс в Камбоджу, уже были куплены билеты, да, но все, к сожалению, отменилось, нам дали ваучеры, ну, и пока вот ждем, когда все это закончится. Кстати, про пандемию, как она отразилась, конкурсы, понятно, а на обучение? На обучение отразилось, во-первых, отразилось, конечно же, на агентстве, да, то есть, ну, вы знаете, конечно, что все мероприятия были запрещены, то есть никаких показов, да, Riga Fashion Week весной не состоялся и так далее. На обучение, ну, то есть у нас обучение проходит таким образом, что занятия всегда начинаются в сентябре и заканчиваются в конце июня, в конце июня выпускной, то есть курс обучения рассчитан на 10 месяцев, и с прошлогодним нашим курсом мы начали в сентябре, занимались сентябрь, октябрь, там и чуть ноября, и потом, конечно же, прервались, то есть немножечко давали онлайн, но у нас такие предметы, что их онлайн очень тяжело удаленно давать, но немножечко была у нас удаленка, потом с апреля, по-моему, разрешили занятия на улице, да, то есть мы занимались актерским мастерством и дефиле на улице, и потом вот, когда разрешили уже летом в июне занятия в помещениях, мы начали уже заниматься в помещениях, и с ними планируем заниматься вот лето, сентябрь, октябрь, и в октябре у них будет выпускной, ну, то есть мы им продлили просто этот курс в связи с тем, что были вынуждены прерваться. Но сейчас мы говорим, получается, перед началом нового набора и следующего учебного года. Да, сейчас мы набираем на новый набор. И уж коли мы об этом говорим, то и вывод напрашивается, что вы полны оптимизма. Я надеюсь, потому что я надеюсь, что мы будем учиться, надеюсь, что все-таки мне так кажется, ну, вокруг меня, во всяком случае, очень много народу вакцинируется, но мне кажется, это все-таки как-то должно повлиять на общую ситуацию. И могу сказать по опыту, что и подростков уже вакцинируют, потому что люди, которые ко мне приходят, записывают своих детей, они сразу приносят сертификат, вот мы вакцинировались. Хотя сейчас это не требуется на данный момент, то есть сейчас можно проводить занятия и для вакцинированных, и для невакцинированных. Но я все-таки надеюсь, да, я полна оптимизма, но я надеюсь, что когда-то это должно все закончиться уже. Кому, в конце концов, вот выпало счастье, вот кого берете вы? Есть ли какие-то тут возрастные ограничения, есть ли какие-то ограничения, ну, скажем, по росту, если модель всегда считает, что должна быть очень высокой, и вот насколько сейчас это тот же вес, потому что сейчас появляется и пози-позитив, да, плюс сайз всевозможные? Ну, скажем так, на обучение мы берем всех желающих, независимо от роста, от веса, от параметров, да, потому что мы считаем, что наше обучение, оно необходимо любой девушке, любому молодому человеку, совершенно независимо от того, будут они моделями или не будут, да. И очень многие родители, зная квалификацию наших преподавателей, приводят своих детей, как они говорят при записи, просто для себя, да, и, в принципе, это правильно, да, потому что подготовка в нашей студии нужна любой современной молодежи, любой девушке, то есть любая девушка должна уметь и ухаживать за кожей, за волосами, и грамотно делать макияж, и знать, как правильно одеваться, и как правильно питаться, и иметь красивую походку, красивую осанку, знать правила этикета и так далее. Ну, да, у нас есть только, единственное, это возрастные ограничения. То есть минимально мы сейчас берем, начиная с 12 лет, и, ну, где-то до 20 с копейками, скажем так. Копейки большие? Ну, 22, 23, 24, обычно так. Что входит вот в круг занятий, какие предметы, вот, ты немножко объяснили, рассказали? Ну, да, прозвучало актерское мастерство, дефиле, что еще? Ну, конечно же, дефиле – это основной предмет, да, то есть их учат вот красивые походки, осанки, профессиональным поворотом на подиуме, умение демонстрировать одежду, прически, обувь, аксессуары. Потом позирование – это умение работать на фото и видеокамеру, хореография, танцы, актерское мастерство. Актерское мастерство у нас ведет актер театра имени Чехова Евгений Корнев, очень интересный предмет. Далее – этикет, то есть правила поведения, хорошие манеры. Их учат этикету в быту, в гостях, столовый этикет, этикет в кино, в театре, этикет по мобильному телефону. В общем, вплоть до поведения на дипломатических приемах. Рациональное питание, где рассказывается, как правильно питаться, какие продукты лучше исключить. Ну, короче говоря, о здоровом, правильном питании. Английский язык, моделинг. Моделинг – это основа модельного бизнеса. Визаж, то есть их учат, как правильно ухаживать за кожей, как грамотно делать макияж. Психология. У нас очень сильный психолог Евгений Михайлович Розанов. Они все обожают эти занятия, и он их учит очень многим интересным вещам. В частности, преодолению каких-то страхов, подростковых комплексов. Учит уверенности в себе. Учит, как не бояться публики, как не бояться публичных выступлений, как уметь ярко, красиво выступать на сцене. И также у нас замечательная стилист-имиджмейкер работает Елена Величко. Она ведет такие предметы, как имиджилогия, колористика и профессиональный уход за волосами. Имиджилогия – это лекции по стилю и имиджу. И каждому нашему ученику-ученице советуется индивидуально какой-то стиль в одежде, в зависимости от их образа, от типа фигуры. Колористика – это правильный подбор цветов, одежда, макияж и цвет волос. И тоже каждой ученице советуется та цветовая гамма, которая подходит именно ей, в зависимости от того, к какому цветотипу она относится. И профессиональный уход за волосами – это кому какие прически подходят, и как правильно ухаживать за волосами. То есть большая программа, интересная. И, как я уже сказала, нужно любой девушке, любому молодому человеку, независимо от того, будут они моделями или не будут. Также у нас проходит медицинский осмотр, поскольку я также еще являюсь совладелицей медицинского центра ОРТО. И мы начинаем с медицинского осмотра, где смотрят в первую очередь спины, и вот если обнаруживают сутулость, искривление позвоночника, сколиоз, назначается специальная лечебная корригирующая гимнастика. Что еще? Во время обучения мы стараемся их привлекать, то есть у них практика уже на показах, на выставках, в каких-то мероприятиях. То есть приглашаем моделями на показы причесок, одежды и так далее, и делаем отчетные концерты, куда наши ученики приглашают родителей, бабушек, дедушек, и выступают с выходами по дефиле, по актерскому мастерству, с танцевальными постановками. То есть достаточно интересная у нас программа. Как я уже сказала, курс обучения рассчитан на 10 месяцев. Занятия начинаются в сентябре и заканчиваются в конце июня. В конце июня у них выпускной, на котором они получают два диплома. Первый диплом, что они закончили нашу студию, и второй диплом – это диплом визажиста, что они прошли курсы по декоративной косметике. И занятия у нас проходят один раз в неделю по субботам. По субботам с 10 до 14.00. Напомню, у нас в гостях владелица и директора элитной студии модели Терри Марьяна Александровна Прозорова. Да, ну и вот у меня сразу возникает вопрос. Только ли для моделей? Ведь, в принципе, то, что вы сказали, это как вести себя на собеседовании, получая работу в бизнесе. Даже и для политиков, начинающих тех, кто, в принципе, планирует политическую деятельность, умение преподнести себя. Опять-таки, актерское мастерство. Школа хороших манер, институт благородных девиц, все как-то вместе. Да, все вместе, абсолютно верно. И нашей подготовкой довольны и благодарны сегодняшние юристы, и политики, и бизнесмены, и сотрудники банков, и администраторы крупных фирм, да, тоже вот в свое время сошедшие с нашего подиума, скажем так. Что касается подиума, получив два диплома, получают ли они какие-то предложения о работе сразу? Да, но здесь уже мы смотрим, конечно же, для подиума, как вот вы сказали, Олег, нужен рост, да, минимум 172, да, для девушки, а еще лучше 178 или метр 80. Вот, для фотомодели рост не важен, да, то есть она может быть более миниатюрная. Но получается, что уже заканчивая вашу элитную студию модели Терри, можно получить предложение уже о съемках, о каких-то... Да, конечно, у нас огромный опыт, мы 29 лет работаем, и я говорю, единственное, что вот сейчас пандемия нам смешала карты, надеюсь, что все вернется на круги своя. И получается, что ваше агентство, оно предлагает услуги, когда для каких-то мероприятий требуются... Да, для выставках, девушки работают на выставках, на различных рекламных съемках, обложки, стайлинги журналов, показы всевозможные, конечно же. И путешествия, безусловно. И путешествия, безусловно, да. Тут вот, как бы, очередная выставка, экспо в Дубае планируется, вы будете в ней участвовать тоже в плане там... Пока еще не было предложений, если будет, обязательно. Ну, какие-то подобного масштаба вселенского же происходит, и вы в них... Да, у нас берут девушек для различных выставок, выставок по всему миру. Сразу все-таки вопрос очень конкретный. Как, если кто-то сейчас нас слушает и планирует связать свою жизнь вот уже с миром модельного бизнеса, модельного бизнеса, как записаться? Как записаться? Ну, я должна сообщить нашим слушателям, что набор в нашу студию Терри на новый учебный год уже заканчивается, и занятия начнутся уже совсем скоро, да. То есть мы начинаем в первую субботу сентября, это 4 сентября, поэтому спешите. Еще раз напомню, что мы приглашаем девушек и юношей с 12 до 23 лет. Занятия у нас проходят в центре города, прекрасное у нас помещение, большой актовый зал, сцена, профессиональный подиум, классы для теоретических занятий. И занимаемся мы по субботам с 10 до 14.00. Начинаем 4 сентября и в конце июня выпускной, на котором они получают два диплома. Чтобы записаться, звоните по телефону 2-9-7-6-0-1-1-8. 2-9-7-6-0-1-1-8. Спешите. Ну, я так понимаю, Терри ЛВ. Терри ЛВ, да. Вся информация наверняка там. Занятия с сентября, так что... А вот интересно, вы привлекаете к обучению какие-то мастер-классы, например, ваших вот этих всемирно известных учеников? Ну, та же Агата Мусениц. Нет, Агата... Нет, Агата... Очень загружена. Вот последняя работа у нее была уже, когда она была, была она уже известная актриса, да, ее приглашали вот сюда на съемку, она приезжала, каталог Вайде делала. Вот, а так она в основном в Москве. Нет, Фетчин как-то нет, вот с Корневым мы работаем, он у нас преподает актерское. Но какие-то вот просто человеческие контакты остаются? Ну, конечно, да, со всеми общаемся там, и вот Лена Грицух в гости приходит, и Агата Мусениц, и с Павлом Прилучным мы виделись, когда вот они были в Риге тут несколько лет назад. Да, конечно, со всеми контактируем, всех любим, всех своих помним всегда. Если вот говорить о курсе, то есть вот эти связи на курсе остаются, там, я понимаю, что вот те люди, которые... Ну, знаете, у нас была одна женщина, она привела вот дочку на занятия, и потом подошла и сказала, что она сама у нас училась в одном из самых первых выпусков, и было так приятно, она говорит, мы до сих пор общаемся с группой, да, то есть мы встречаемся, вот с кем мы учились в Терри, и, ну, кто-то с кем-то общается, говорит, ну, раз в год мы обязательно делаем вот встречу вот этого курса, и общаются, дружат. То есть все к тому идет, что скоро внучку приведет? Да-да-да, точно так уже скоро и будет, да. Такие уже династические занятия в элитной студии модели Терри. И с нами сегодня была владелица и директор этой студии, Марьяна Александровна Прозорова. Огромное спасибо. Все подробности на портале Mixnus.lv и, конечно же, Терри.лв. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо. Радио Болткома.